Детские качели Вторая фирма 4Moms называется Mama.ru И третья тоже фирма Грака называется Lavinhack Все эти качели находятся в диапазоне от 5 до 11 тысяч рублей Итак, качели Sweet Peas Они предназначены для детей от рождения и до 9 килограмм То есть чуть меньше, чем до года или до года В зависимости от того, какого у вас размера ребенок Мы развернули качели И можно видеть, здесь вот у нас находится пульт управления ими Довольно понятно все и просто Здесь у нас кнопка включения И, соответственно, у нас есть 6 разных скоростей или амплитуд колебания качели Первая, естественно, самая небольшая амплитуда или самая небольшая скорость И дальше можно ее увеличивать, как вы хотите, вплоть до максимальной, то есть номер 6 Если вы, как и я, начисто лишены слуха и голоса и сами петь не можете Здесь есть для этого автоматически установленное предложение Несколько нехитрых мелодий, которые вы можете выбирать вот этими кнопками И увеличивать, и уменьшать громкость, соответственно, вот этими Если вам не нравятся просто какие-то незамысловатые мелодии Можно включить ребенку звуки природы Для этого у нас такая кнопка предусмотрена Здесь шум океана, пение птиц и так далее и тому подобное Река бежит явно Ну а если ваш ребенок должен быть искушенным Например, слушать классическую музыку, как считает моя мама То есть бабушка моих детей То можно взять mp3 player, смартфон или любой другой девайс Подключить его сюда и при помощи этой кнопки Включить ребенку любую музыку, какую вы пожелаете Соответственно, если у вашего ребенка есть старшие То есть если у вас двое детей и более того Естественно, старшему захочется как-то отрегулировать раскачивание младшего Вы можете от этого защититься Для этого есть кнопка с замком, ее нужно нажать, удерживать И после этого вашему старшему ребенку придется проявить изрядную сообразительность Чтобы как-то помочь младшему раскачаться или остановиться Вот видите, скорость не меняется, музыка не включается В общем, может показаться, что у этого кресла всего лишь только одно направление раскачивания Но это не совсем так Кресло можно снять Повернуть Легко установить обратно И теперь, когда вы его включите Ребенок будет раскачиваться уже не из стороны в сторону, а вперед-назад Естественно, спинка сидения регулируется Для этого здесь есть рычажок И вы можете ее поднимать и опускать Соответственно, вот это максимально лежачее положение для новорожденного Когда ваш ребенок подрастает, начинает держать голову, сидеть и так далее Ему может стать более интересно находиться не лежа А, соответственно, в более приподнятом состоянии Понятно, что дети, даже новорожденные, иногда бывают очень подвижны Особенно если тонус Вот мой, например, всегда отовсюду выворачивался И чтобы ваш ребенок не совершил стремительный полет Даже из высоты полметра Естественно, кресло оборудовано ремнями безопасности Как все это делается? Для новорожденного ребенка есть еще специальная подушечка Она подкладывается под попу, чтобы сгладить угол наклона Вот у нас есть спут Сейчас мы поможем ему усесться в замечательное кресло И он при помощи пятиточечного ремня безопасности у нас Надежно закрепляется в своем сидении Сильно закреплять не надо, мы не в машине Главное просто, чтобы ребенку было не вывернуться и не скатиться куда-нибудь Ну и, соответственно, этот бампер вместе с развивающим комплексом Дополнительно обеспечивает фиксацию ребенка Хотя, если это новорожденный, в принципе, зеркало ему должно быть без надобности Все равно он до этого всего может не дотянуться Поэтому можно просто убрать и отстегнуть игрушки полностью Но это мы говорили о варианте, когда ребенок совсем еще маленький Буквально только что родился Потом ребенок, естественно, подрос Ему уже хочется как-то развлекаться Поэтому, во-первых, чтобы он сидел Мы изменяем угол наклона спинки А дальше возвращаем ему игрушки Кроме того, если мало ли оказалось так, что как-то неудачно падает свет Можно поднять полок И здесь есть крепление с липучкой для еще одной или нескольких игрушек Следующая модель, которую мы будем сегодня рассматривать Это кресло фирмы FOMAMS Называется модель MAMA RU У нее очень много общего с предыдущей, которую мы рассматривали Здесь тоже есть ремень для фиксации младенца Только он не пятиточечный, а трехточечный И он сделан из более приятной и мягкой ткани, чтобы меньше травмировать ребенка Очень простой ремень Это немаловажно, если ребенок вертлявый, оказывает сопротивление Например, подстегнуть моего пятиточечным ремнем довольно сложно Трехточечным проще С другой стороны, пятиточечный более надежен Труднее из него вывернуться Производители утверждают, что оно наиболее эргономично Ну и, конечно, невооруженным взглядом видно, что предыдущее кресло было более вертикальное и сидячее А это совершенно горизонтальное И для ребенка, который только что родился, который еще не умеет держать головку совсем маленький Конечно, ему чем горизонтальнее, тем лучше Естественно, когда ребенок растет, вы можете это положение регулировать Здесь есть специальное приспособление для этого Это максимально вертикальное положение Ребенок сидит Что касается разных игрушек и развлекушек Здесь, как вы видите, никакого специального развивающего бампера нет Зато есть игрушка на подвесе Производитель подходил к вопросу по-научному Если вы обратите внимание, эти игрушки двусторонние С одной стороны цветные, с другой стороны черно-белые Потому что, как говорят ученые, дети до определенного возраста не способны различать цвета И видят только черно-белый, им на нем проще фокусироваться Соответственно, для новорожденного вы все игрушки переворачиваете черно-белым к нему Самое интересное в этом кресле, это, конечно, режимы качания Здесь у нас тоже пульт управления включается Режимы качания у нас выглядят следующим образом Езда на машине Прыгает кенгуру Качаются деревья Океанская волна И еще один режим, который называется рок-э-бай Такой довольно живенький режим Как его правильно перевести на русский язык, науке неизвестно Ну что, прокатимся на машине, пожалуй, да? С максимальной амплитудой Ясно, что основная задумка производителя здесь была сделать так Чтобы все эти варианты раскачивания кресла Они совпадали с какими-то естественными состояниями Ну, для современного ребенка ехать на машине куда-то с родителями Это вполне естественное состояние Вот, соответственно, машина у нас едет таким образом Деревья раскачиваются Вот так А вот так вот по кругу у нас движется океанская волна Когда вы включаете пятую скорость И качели работают быстро Они издают такой вполне техногенный шум Естественно, здесь тоже есть опция включить музыку Встроенной музыки у качели нет У нее есть только естественные звуки природы Это опять чириканье птичек Шум океана и тому подобное Как и в предыдущей модели У нас есть устройство для внешнего носителя звука MP3-плеер, смартфон, все, что захотите И любая музыка в вашем распоряжении Перейдем к самому простому варианту Обычные электрические качели Ну, во-первых, качаются они так, как нам всем с детства понятно Во-вторых, они, естественно, тоже управляются при помощи электричества Но в отличие от двух предыдущих моделей Которые работают только от сети Потому что у них большое потребление электроэнергии Эти работают от обычных трех больших батареек типа А Вот у нас кнопка включения И такие же шесть скоростей раскачивания Первая, самая маленькая амплитуда И сейчас мы постепенно раскачаемся до шестой Что касается самого сиденья Оно побольше размером И хотя все эти кресла называются от 0 до 9-11 кг Практика показывает, что в этих качелях иногда дети сидят и до более позднего возраста Просто не могут раскачиваться, потому что батарейки не тянут Здесь более простая застежка у столика Причем это именно столик, а не бампер и не развивающий комплекс То есть здесь у вас есть отверстие, куда можно поставить бутылочку Что-то посадить, положить какие-то игрушки В общем, ребенок, сидя в этом кресле, может заниматься какими-то своими делами Видно, что у этого кресла больше наклон В отличие от предыдущего, которое раскладывается практически в горизонталь В этом ребенок все-таки больше сидит, чем лежит И производитель накладывает ограничения Дети до 2,5 кг вообще не должны в это кресло садиться Но это какие-то совсем маленькие дети То есть вроде как оно тоже для новорожденных Здесь с точки зрения безопасности Все то же самое, что и в первой модели, которую мы сегодня рассматривали То есть пятиточечный ремень, которым ребенок надежно закрепляется И никуда у вас не сможет вывернуться Подведем итог Сегодня мы сравнивали три разных качели Одна из них была совершенно утилитарная И очень напоминает качели из нашего детства Другая совсем высокотехнологичная Которая раскачивается в четырех разных направлениях И совсем качели не напоминает Ну и третья, нечто среднее между ними Все они предназначены для детей от 0 до 9 кг То есть, соответственно, от рождения примерно до года Может быть чуть меньше, может быть чуть больше Но невооруженным взглядом видно Что если у вас ребенок совсем маленький И только что родился Вам, наверное, будет более удобно вот это кресло Потому что оно, во-первых, горизонтальное Во-вторых, снабжено специальной эргономичной вкладкой для новорожденных Если у вас ребенок уже побольше А кресло вы еще не купили и собираетесь сделать это только сейчас То, конечно, лучше выбирать между этими двумя Потому что здесь ребенок может сидеть Он может играть У него есть столик, есть развивающий комплекс А это кресло, крепление ничего такого, что можно было бы подержать в руках Не предполагает до этой игрушки ребенку руками не дотянуться Следующий существенный вопрос Который, несомненно, влияет на наш выбор Это цена Если вот это кресло, похожее на обычные качели Относительно недорогое, стоит 5-6 тысяч рублей То эти два из более высокой ценовой категории Вот это кресло стоит около 10 тысяч рублей Вот это стоит 11 тысяч рублей Без дополнительной вкладки для новорожденных Она продается отдельно еще за полторы тысячи рублей В том, что касается универсальности или длительности использования Это кресло, можно сказать, одноцелевое Во-первых, оно не разбирается Во-вторых, ребенок комфортнее всего чувствует себя там в лежачем положении Что касается вот этого кресла Грака У него есть приятная дополнительная опция Его можно вынуть и куда-нибудь перенести И при постановке на твердую поверхность Оно даже будет слегка раскачиваться и вибрировать от батареек Что немаловажно Соответственно, что касается этого кресла Оно, конечно, более утилитарное Хотя некоторые могут сказать, что то, что более утилитарное, более надежное Тут мне сложно судить У меня оба эти и это кресла еще не дожили свой век Оба работают Вот, но что касается этого кресла Хотя оно тоже рассчитано вроде как от 0 до 9 килограмм Если убрать этот столик и отключить батарейки То, в принципе, дети и более тяжелые, и более старшего возраста С удовольствием на нем раскачиваются Мои, как полуторагодовалый сын, так и четырехлетняя дочь С удовольствием все доплюхиваются Ничего не отваливается Оно прочное Крепкое В этом все хорошо Что еще обязательно важно понимать Без папы вы это кресло не соберете Но только если вы, конечно, не женщина Наделенная редкостными техническими талантами То есть все эти три кресла продаются в коробках В этой коробке лежит инструкция Дальше вы берете отвертку И начинаете что-то там крутить Я сама это делать не пробовала За меня это всегда делал муж Чего и вам желаю В любом случае выбор за вами Но прежде чем что-то купить Смотрите Тест ТВ И подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok